Привет, друзья! Сегодня мы общаемся с Серовым Александром Сергеевичем, одним из ведущих юристов России в сфере телеком. И тема нашего общения это обработка операторами связи, информации, которую они получают от нас и кому они имеют право ее передавать. Саша, скажи, пожалуйста, какую информацию она собирает операторы связи? На самом деле очень большой объем информации обрабатывает оператор связи. Например, оператор мобильной телефонной связи обрабатывает все персональные данные, которые содержатся в паспорте. А я напомню, при заключении договора на оказание услуг связи вас обязательно попросят в офисе оператора паспорт, который еще и отсканирует. И зачастую вас еще и, возможно, сфотографируют на веб-камеру. Саша, пожалуйста, а вот такой вопрос. Они имеют право фотографировать паспорт, снимать свою копию? Могу отказываться? Сказать, нет, я запрещаю вам снимать копию паспорта. Да, я вопрос понял. На самом деле законодательством не предусмотрено и обязанности оператора сканировать паспорт, и обязанности оператора делать фотографии. Дело в том, что у оператора есть обязанность провести надлежащим образом верификацию абонента, с которым он заключает договор, то есть сверить те данные, которые он вносит в договор, с теми данными, которые содержатся непосредственно в документе, удостоверяющем личность. И с операторов за это очень строго спрашивают. То есть строго спрашивают органы, прежде всего, оперативно-розыскной деятельности, когда занимаются розысками нерадивых личностей, которые занимаются преступной деятельностью и другой незаконной деятельностью, административные правонарушения совершают. Слушай, а мне вот интересно. Перед входом в метро в Москве очень часто можно увидеть людей, которые раздают симки абсолютно бесплатно. Да, это серая схема. В среде наши профессиональные это называют колхоз. На самом деле эти симки, которые раздают, они оформлены на юридическое лицо, которое является белым, так скажем, абонентом. И дальше эти симки распространяют уже физическим лицам. По сути, эти симки используют не больше месяца, потому что после первоначального периода там какие-то баснословные просто тарифные планы. И, ну, никому не будет выгодно пользоваться такой сим-картой. А зачем их тогда раздают рядом с метро? В чем выигрыш тем, кто раздает? А дело в том, что они работают по агентской схеме, им нужно реализовать эти сим-карты, а дальше вообще не важно, что с этими сим-картами будет. Они заплатили свои деньги и, собственно, на этом их миссия закончена. А как они деньги получают? То есть, когда я кладу на счет этой карточки деньги, они получают процент? Да, да. Ну, понятно. Процент от всех денег, которые пройдут через шарты. Да, да, да. То есть, скажи, пожалуйста, возвращайся к первоначальной нашей теме. Какую еще информацию собирает она с оператора связи? А, собственно, всю информацию, которая связана непосредственно с реализацией договора на оказание услуг связи. То есть, информация о соединениях, информация о ваших платежах, то есть, вся история платежи. Ты имеешь в виду звонки? Нет, но это, Альберт, забегаешь немного вперед. Информация о соединениях, это... Ну, каждый может запросить в своем личном кабинете просто выписку позвонковую. То есть, к примеру, 8 марта вы звонили на такие-то, такие-то номера. Это информация о соединениях. То есть, в целом, факт совершения вызова в одну сторону и получения входящего звонка с других номеров. То есть, это информация... А разговоры записывают они? Конечно, да. Вы обязательно порядка все разговоры в России? Все разговоры без исключения необходимо оператору связи записывать. И, наверное, многим небезызвестны такое имя, как Яровая фамилия, точнее. И все слышали о законе Яровой. Как раз именно этот закон призван был внести большие изменения. И они касались прежде всего как раз записи разговоров, записи всех сообщений, которые направляют люди. И записи всех видеофайлов, звуковых сообщений, которые направляются. И все это хранится на серверах операторов связи в течение определенного времени. Вот, например... Сколько хранится? Записи телефонных разговоров. Ну, то есть, голосовая информация и SMS до трех лет. А медиафайлы, то есть, видео, какой-то другой контент, картинки и прочее. Это хранится до шести месяцев. Ну, то есть, если мы с тобой прикольчиками в скайпе обмениваемся, то они все видят полностью. Да, естественно. А есть... Смотри, вопрос. А есть ли мессенджеры, которые защищают тебя? Вот, говорят, наверное, в свое время Telegram, да? Невозможно было взломать. То есть, мы обменивались данными. Но мы же все равно обменивались через оператора связи. Трафик-то через... Да, все равно через оператора связи. Дело в том, что мессенджеры были обязаны предоставить коды-дешифровщики для того, чтобы можно было скрыть, что зашифровано в сообщениях. Потому что в любом мессенджере информация шифруется. И вот, как говорили, Telegram не предоставил эти инструменты для дешифрования сообщений. Вот. Но кто знает, как оно на самом деле есть? Разные бытуют мнения, даже не хочется их озвучивать. Ну, то есть, получается, что абсолютно весь трафик, который идет с нашего мобильного телефона, вне зависимости от приложения, она проходит через оператора связи. И по правилам все приложения должны передать оператору связи свои пароли и коды доступов. Да, да. Причем, ну, это ситуация, которую просто невозможно избежать. То есть, оператор связи в любом случае прогоняет трафик, даже транзитный оператор связи. Ну, то есть, те, кто понимают, как ходит звонок или та или иная информация в сети интернет, они понимают, что она выходит в общую, можно сказать, да, для обывателя, понятно, это будет в общую сеть. И там уже по определенным алгоритмам приземляется на конкретное устройство. В любом случае доступ к ней можно заполучить. И более того, нужно понимать, что, допустим, у оперативных служб доступ прямой прямо с пульта. То есть, получается, что органы в режиме реального времени могут отслеживать любой мобильный телефон, все, что на нем происходит. Существует такая система, как СОРМ. СОРМ – это система обеспечения как раз вот расследовательских мероприятий. И по этой системе как раз вот и работают все операторы, операторы связи. Ну, то есть, вот та картинка в интернете, когда два сотрудника ФСБ сидят, смеются с нашей переписки, это является по факту правдой. Они это все будут видеть. Да, мы с тобой чатимся, они в это же самое время сидят и читают все, о чем мы с тобой переписываемся. И несмотря на то, что мы там удаляем сообщения, они не удаляются еще на протяжении шести месяцев. Причем интересно то, что было бы, наверное, нелогично со стороны контроля иметь конкретных сотрудников, которые просто сидят и читают, да, а происходит анализ бигдата, ну, то есть, огромных массивов информации. Этот анализ производится программными средствами и вычленяются конкретные слова. То есть, к примеру, как ищут лиц, которые занимаются сбытом наркотиков. У них есть определенный сленг. Они, как это известно, да, я не сильно разбираюсь в этой терминологии, да, там, но почитать, вот есть термин, да, там, начитаться или что-то в этом духе. Я думаю, что закладка такого формата нет, или они такой даже не используют сейчас? Я не знаю, какие термины они используют, но оперативникам все эти термины дословно известны. И доподлинно известны. И по этим ключевым словам выявляются подозрительные сообщения, которые потом уже оцениваются специальными подразделениями. И в случае, если что-то находят интересное, начинают отрабатывать. Ну, то есть, в режиме реального времени все наши разговоры, вся переписка, то, о чем мы с тобой общаемся, анализируются специальные программы. И в случае, если мы с тобой употребляем какие-то ключевые слова, то эта информация сразу попадает на пульт дежурным сотрудникам правоохранительных органов, которые дальше уже подключаются и смотрят, о чем был разговор или переписка. А какие правоохранительные органы? Кто имеется? Не все же? Ну, на самом деле, перечень довольно-таки обширный. Это все органы, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность. То есть, это полиция, это ФСБ, это органы, которые занимаются исполнением наказаний, Федеральная служба седенных приставов, ФСБ имеет возможность доступа, но они занимаются не оперативно-розыскной деятельностью, а обеспечением безопасности государства. То есть, к примеру, они отслеживают информацию о предстоящих терактах. Ну, на самом деле, вот то, о чем мы говорим, это совершенно незакрытая информация, это свободная информация, это все прописано в законах и, по сути, призвано и нацелено на то, чтобы защищать государство, защищать население от мошеннических действий, от терроризма. Саша, каким я вопросом задался? Я думаю, что тебе, так же, как и мне, постоянно звонить службу безопасности Сбербанка, которая хочет узнать мой CV-код. То есть, по факту-то, побороться с этим не самая большая проблема. Мы настраиваем нашу программу на то, чтобы она анализировала фразу «Здравствуйте, я из службы безопасности Сбербанка». Мы прекрасно знаем, что служба безопасности Сбербанка никому не звонит. Мы моментально вычисляем этот звонок, мы смотрим, откуда произошел этот звонок, и в режиме реального времени через 20 минут можем подъехать в это место, откуда произошел звонок, и арестовать всех, кто там, до выяснения обстоятельств. Совершенно верно, это можно делать. Но я подозреваю, что количество мошенников в нашей стране превалирует над желанием определенных служб делать больше своей нормы физически, которую они могут осилить. Потому что, ну, наверняка сотрудников просто даже не хватает, с учетом ситуации, которая наблюдается вокруг нас. Слушай, мне вот как-то звонили службы безопасности Сбербанка, я решил с ними поболтать. Человек на том конце трубки тоже оказался разговорчивым. Мы с ним болтали минут 20. Оказалось, что он находится на Украине, в Днепропетровске. И на мой вопрос, много ли вас, он сказал, у нас здесь огромный целый офис, человек 100 сидит. А на мой вопрос, есть ли еще аналогичные фирмы в Днепропетровске, он сказал, что порядка 30 организаций, если это можно назвать организацией, да, организованной преступной группой, занимаются тем же самым обзвоном. То есть, возможно, что просто звонки идут из-за рубежа, из ближайших республик, и мы просто физически не можем туда дотянуться, чтобы их арестовать. Ну, это в рамках Интерпола можно сделать. Но я так подозреваю, что в текущих условиях очень сложно добраться, к примеру, до Украины. Ну да. Мне на самом деле тоже такие же звонили субъекты, и не один раз. И вот первый раз мне было очень интересно. Я помню, ходила запись по интернету, как раз разговоры человека с таким мошенником. Вот, и мне было просто очень интересно поговорить с тем, кто выбрал меня, да. И в конце концов, ну, я просто по-честному говорю, дружище, ну, ты же мошенник, ну, это же явно следует из нашей беседы. Он говорит, да. Он говорит, нет, он сначала, а почему вы так решили? Я говорю, ну, вы же слышали эту звукозапись, наверное, тоже очень посмеялись, да, это же было интересно и весело. Он говорит, ну, в целом, да, вы правы. Я говорю, ну, а зачем вы этим занимаетесь? Он говорит, да, просто я так заработать могу больше. Чем на обычной работе. Чем на обычной работе. Вот. Ну, мы друг другу пожелали, он мне пожелал не попадаться мошенникам, но я ему пожелал найти нормальную работу. Слушай, а еще вот одна история, и вернемся к нашей теме. Мне звонили два дня назад, и на удивление они знали мои транзакции, которые я делал несколько лет назад. То есть они знали, кому и когда я переводил деньги, и назвали, что я совершаю перевод этому человеку, моему знакомому. Они его назвали. И ребята совершенствуются. Если раньше, например, мужчины звонили, то сейчас начали женщины исключительно звонить. И, конечно, надо быть аккуратнее, потому что информация сливается просто в огромном количестве. Да, информация сливается в нереальном каком-то количестве. И причем это не нужно думать, что это оператора связи сливают. Каждый из нас оставляет огромный след в интернете, когда пользуются любыми приложениями, любыми ресурсами. Оставляем свою электронную почту для того, чтобы нам перезвонили. Везде оставляем свой номер телефона. Пишем свои FIOD для того, чтобы получить доставку. Пишем свой адрес. Совершаем какие-то транзакции. И у мошенников и преступного сообщества, у них тоже есть ресурсы огромные. И они тоже работают с помощью программного обеспечения. И записывают всю эту бигдату, они собирают сведения. У них формируется определенный пласт на людей. Дальше эта информация обрабатывается. Наиболее часто повторяющиеся, к примеру, адреса становятся привязанными к вам. Номер телефона, который вы чаще всего указываете в рекформах на разных сайтах, он тоже присваивается к вам. И все, получается картинка с вашими платежами, которые вы совершаете в интернете. Ну, с суммами платежей. С вашими контактными данными, возрастом, датой рождения и прочим. Ну, то есть наша задача просто ломать сайты, куда вводятся эти информации, получать оттуда ее, а дальше уже обрабатывать и обманывать людей. Да, да. Ну, да, ничего сложного. Причем орудует в огромном количестве сфер. Например, вот я знаю случаи, когда людям продавали ОСАГО, ЛИПОВЫЕ. Звонят представители якобы известной фирмы страховой. Говорят о том, что у вас заканчивается ОСАГО. Оно действительно заканчивается к тому времени. Они называют все данные по человеку. Они называют данные автомобиля. Они знают данные полиса ОСАГО, который у вас на текущий момент оформленный и заканчивает свое действие. Они знают, кто там был прописан. Все сведения абсолютно у них есть. И у человека, который неподготовленный, даже у подготовленного человека, на самом деле, может не возникнуть каких-то сомнений. И они выводят на то, что вам курьер доставит полис ОСАГО. И действительно, курьер доставляет этот полис. И человек может увидеть полис, увидеть, что у него есть номер. Пробить этот полис на сайте РСА. Увидеть, что полис привязан к конкретной компании страховой. Заплатить деньги. А дальше обнаружить, что полис недействительный. Позвонив. Это, видимо, сотрудники, которые в прошлом и были сотрудниками этой страховой организации. Слили базу и стали сами промышлять. Да, причем они сливают базу не только базу клиентов. Но они сливают и базу поступивших в обращение страховой компании полисов. У них есть номера. И они заказывают в Китае свидетельства по бланке, похожие на оригинальные. С теми же номерами, которые присвоены конкретной страховой компании. То есть, по факту, защита только одна. Позвонить самостоятельно в эту страховую и спросить, выдали ли они такой полис. Да, на самом деле, этот инструмент, этот способ защиты можно применять в любой сфере. Если вам звонит какой-то номер. Будь то банк, будь то страховая компания, фонд или что-то иное, не поленитесь скинуть звонок. И если вам интересен вообще продукт, который вам предлагают, позвоните по номеру, который вы на официальном сайте увидите. То есть, вот, к примеру, позвонил вам якобы сотрудник страховой компании. Скиньте и позвоните по горячей линии именно этой страховой. И все. Саша, скажи, пожалуйста, в ближайшее время планируется внесение изменений, достаточно большие, как раз таки по поводу наших персональных данных и их обработки операторами связи. Можешь что-то, вот, забегая наперед, рассказать, что произойдет? Да, сейчас в Госдуму внесен законопроект, точнее, нет, не в Госдуму, а в правительстве рассматривается проект приказа, проект постановления правительства. И им предполагается внесение огромного просто количества правок в части регулирования оборота данных, которые получает оператор связи. И вот, в частности, можно будет оператору связи сообщать номер EMA телефона, который у вас есть, через госуслуги. И в том случае, если вы, к примеру, утеряли мобильный телефон или у вас его украли, что наиболее вероятно, вы можете через госуслуги поставить определенную отметку к этому EMA и устройство, этот мобильный телефон просто никто не сможет использовать. То есть, все операторы связи, то есть, мегафоны... Заблокируют возможность его использования. Да, заблокируют возможность... Да, и тем самым в Российской Федерации кража мобильных телефонов станет абсолютно бессмысленной. Ну, понятное дело, что будет какой-то переходный период, пока люди привыкнут вносить свой EMA, своих устройств. Это может быть и планшет, это может быть и мобильный телефон, коммуникатор, то есть, любое оборудование. В случае, если у вас его украдут, вы просто ставите определенную отметку и все, он становится кирпичом. Ну, смотри, а сейчас операторы связи и так знают EMA и твои телефоны, правильно? Да, они знают и в целом можно через оперативные службы отыскать телефон. Ну, как правило, люди сталкиваются со сложностями, потому что у оперативников в нашей стране и так много работы, а тут какой-то телефон искать. Ну, то есть, достаточно сложно. Но если телефон принадлежит террористу, то этот телефон вычислят, когда где он был. Запросто и причем в обязательном порядке предполагаете, что будет отслеживаться постоянное местоположение каждого устройства по трем базовым станциям. То есть, неважно, где вы находитесь, в любом случае где-то будет три станции и по ним будет вычисляться местоположение устройства. Предполагается, что должен фиксироваться по отношению к конкретному человеку номер телефона, то есть сим-карта конкретная, и к нему же мобильный телефон, к этой сим-карте и к этому человеку. Если меняется телефон по отношению к сим-карте, это фиксируется. То есть, вы поменяли сим-карту в телефоне, а телефон оставили тот же. Все равно все понимают, что это вы. Выкинули телефон, оставили симку, все все равно понимают, что это вы. То есть, замена телефона, замена сим-карты, она для преступников уже не будет играть вот эту вот палочку-выручалочку, что выкинул телефон или телефон одноразовый, который можно взять. Но надо тогда одноразовую симку, которую ты взял у метро, и одноразовый телефон. Ну, наверное, но вместе с тем... Вместе с тем, что голос снова будет записан. И голос будет записан. И данные по передвижению постоянно. То есть, откуда вышел, куда пришел, какая была траектория движения. И более того, в крупных городах это уже реализовано. На каждом шагу стоят камеры. И каждый человек, даже обычный, может свою веб-камеру, которая смотрит из окна, подключить к общей системе. И она будет анализировать, ну, то есть, записывать. Что-то для общих нужд, так скажем. То есть, большой глаз становится все больше и больше. Он записывает все лучше и качественнее информацию. И техника настолько сейчас развита, что автоматически можно распознавать лица. И в том числе сейчас ведется активная работа по формированию базы ЕБС, так называемая. Это единая биометрическая система. Она формируется крупными операторами. Ну, в частности, вот Ростелеком, это такой, наверное, один из самых крупных операторов. И Росбанк. Ну, то есть, вот два партнера, насколько я... Правильно я понимаю, что когда мы переходим в МФЦ, нам говорят, хотите там пройти биометрические считывания ваших данных. Об этом речь идет? Да, можно биометрические данные сдать и сдать. Звучит забавно, но это действительно так. В Сбербанке можно в МФЦ. То есть, с одной стороны, мы упрощаем себе немножко жизнь. О том, что передаем свои биометрические данные. С другой стороны, нас бесплатно оцифровывают. И в случае потом уже возникновения каких-то вопросов. Уличная камера спокойно нас читает и скажет, где, когда мы находились и что мы делали. Да. И, кстати говоря, вот интересный факт. Недавно сам воспользовался и был удивлен. Паспорт заграничный получал 10 лет назад. Вот, который на 10 лет выдавались в биометрии. И для меня было откровением узнать, что в него вшит уже тогда был чип NFC. А что за чип? Чип NFC, телефон, если с NFC, то можно банковской картой оплачивать. А это некое передающее устройство? Для оплаты, для совершения каких-то транзакций. В метро сейчас можно оплачивать этим NFC. Заряжать карточку тройка. Если устройство на Android, можно, грубо говоря, через телефон в приложении указать, что нужно внести тысячу рублей на карту, приложить к карте, и она заряжена. Можно дальше с ней ездить. И в паспорте тоже содержится NFC. И с его помощью можно в ряде банков подписывать документы электронно-цифровой подписи усиленной. Просто прикладывая паспорт? Нет. С помощью паспорта можно пройти идентификацию. То есть, заходишь в определенное приложение банка, которое использует EBS, вот эту систему. Приклад... Ну, вот в приложении сидишь, и для того, чтобы подтвердить свою личность, прикладываешь паспорт, и все, магия совершилась. Ты подписал договор. Очень интересно. Не знал я этого. Я тоже был удивлен. Я не слышал о таком. Но когда зашел в приложение по необходимости, которое необходимо было использовать для подписания договора, мне там высветилось, что приложите паспорт. Ну, наверное, в свое время это особо и не афишировалось. Наверное, да. Потому что могло вызвать некоторые волнения среди населения. Ну, на самом деле, он так и назывался паспорт с биометрией. То есть, на 10 лет. Просто, наверное, никто не подозревал, что она действительно реализована. И биометрия это не значит, что там твоя фотография. Биометрия значит, что там этот чип и в нем твоя уже какая-то информация. Саш, спасибо тебе большое за наше общение. Я надеюсь, что в ближайшее время встретимся и еще поднимем интересный вопрос с тобой. Обязательно. Все. Спасибо тебе большое, Саш. Пока. Всем пока.